Время сметать горы. Но эти горы не из цельного камня, а из слежавшихся коммунальных отходов. Общество с ограниченной ответственностью Экоинвест в Торсырьё, бросившее якорь в восточной промзоне, было вынуждено приостановить свою деятельность. Подмосковье началась реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На территории станции скопился бытовой мусор, который свозили на сортировку с контейнерных площадок. По поручению губернатора Московской области, утилизацию отходов поручили выполнить региональному оператору Хартия. Контроль оставили за администрацией округа. Было поручение губернатора, связано оно с обращением жителей на прямой линии президента. Были выявлены запахи, запахи шли отсюда. На сегодняшний день достигнута договорённость с региональным оператором Хартия на то, что региональный оператор начинает с сегодняшнего дня вывозить отсюда мусор. По подсчётам экологов администрации округа, здесь скопилось 36 тысяч кубометров. Поручение губернатора Московской области – всю работу стороны должны выполнить за два месяца, чтобы станция после модернизации вновь смогла участвовать в сортировке отходов. В соответствии с застегнутыми договорённостями, эта площадка переходит региональному оператору, и она будет работать в этом же режиме, произойдёт модернизация её, и региональный оператор Хартия будет здесь осуществлять пересортировку мусора. В Монино Сергей Горелов и депутаты Совета депутатов городского округа Щёлково встретились с медиками Монинской больницы. Говорили не только об оказании первичной медицинской помощи, но и на темы волнующих жителей, ветхом жилье и бывшем гарнизоне, ЖКХ, дорогах, благоустройстве. «Приняло решение здесь встретиться на рабочем месте, потому что, наверное, как жители не всегда можете пообщаться со мной, с депутатами. Сегодня такая возможность есть». Большая потребность у Монинца в спортивных объектах. Именно здесь было принято решение покончить с долгостроем регбийного стадиона. Первая игра запланирована на май будущего года. В октябре приступят к строительству плавательного бассейна на улице Авиационной. «На сегодняшний день нам удалось договориться с правительством Московской области, то, что софинансирование важных социальных объектов с нашей стороны будет в районе 5%. Это очень здорово, потому что изыскивать средства, ну, скажем так, 20 или 30% софинансирования, конечно, это очень тяжело для нашего бюджета». Общение медиков с руководством городского Круга Щелкова и депутатами прошло в новых помещениях, в новой обстановке. На них в нескольких отделениях больницы был проведен капитальный ремонт. Сейчас проводится ремонт кровли. Он на стадии завершения. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.